В России, по данным мониторинга, за первые полгода 2023 года было зарегистрировано более 7 тысяч эпизодов интернет-травли. Это почти на 15% больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что большинство случаев связаны с воздействием на детей. Они сталкиваются с грубыми комментариями, троллингом, злобными насмешками и распространением оскорбительных слухов. Основными формами кибербуллинга являются угрозы насилия, публикация личных данных. Кроме того, несовершеннолетние пользователи интернета подвергаются риску попасть под влияние кибермошенников или вовлечься в распространение наркотиков. Почти каждый третий российский школьник сталкивается с кибербуллингом. По данным исследования Государственного университета управления, каждый второй ребенок, имеющий доступ в интернет, сталкивается с предложением в сети попробовать наркотики или алкоголь. Авторы исследования разработали и передали в Госдуму рекомендации об ужесточении законов о доступе детей в интернет. Среди них предложение о регистрации в соцсетях по паспорту или с разрешения родителей, а также введение уголовного наказания за кибербуллинг. В России проблема кибербуллинга до 14% выросла. В соцсети должны ответственно подходить к выявлению массовых проблем, производят там необходимые блокировки, если необходимы групп, где какие-то такие проблемные вопросы возникают. Поэтому здесь работа всего общества, IT-технологии, в том числе искусственный интеллект, который помогает выявлять автоматизированно такие проблемы. Потому что мы понимаем, что групп много, социальных сетей много, дети общаются в различных контекстах между друг другом. Поэтому здесь необходимы технологии, которые это автоматически позволяют выявлять и, главное, вовремя закрывать такие пагубные сообщества.